НТУ ХПИ И Елена Игорошко, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации и иностранного языка. Я приветствую вас в студии, поздравляю с юбилеем. Спасибо. Ну, собственно, вот что сегодня представляет из себя НТУ ХПИ? Хотя это и харьковский бренд такой вот известный, наверное, далеко за пределами и города, и страны. Идет ли он в ногу со временем? Ну, безусловно, возраст в 130 лет, он определяет не то, что этот вуз старенький, а в том, что это хорошо и динамично развивающееся современное высшее техническое учебное заведение. Харьковский политехнический институт – это первый технический вуз в Украине. И поэтому, безусловно, за 130 лет произошли огромные изменения и в количестве тех студентов, которых мы готовим, и в количестве тех специальностей, которые у нас открыты. Но совершенно понятно, что хотелось бы всегда в юбилей подвести какие-то итоги, чтобы понимать правильность того выбранного направления, в котором мы двигаемся, и вместе с тем определить шаги, которые нужно сделать на будущее, продолжая развивать наше высшее учебное заведение. И в этом плане хотелось бы сказать, что действительно сегодня наш университет, он находится в очень благоприятных позициях, связанных с тем, что и в области учебного процесса, и в области научных исследований мы имеем достижения, подтвержденные государственным уровнем. И это действительно очень важно, поскольку это объективная оценка, а не субъективная оценка какого-то отдельного человека. По всем рейтингам, которые проводятся и у нас в Украине, и с зарубежными организациями, Харьковский политехнический институт не опускается ниже четвертого места. Поэтому это интегральная оценка нашей и учебной, и научной деятельности. И очень важным моментом является то, что мы за последние годы получили огромное количество государственных премий в области науки и техники. И прошлый год не стал здесь, как говорится, исключением. Мы получили две государственных премии в области науки и техники. И что самое приятное, то, что есть уверенность в продолжении этих традиций, мы получили две премии президента Украины для молодых ученых, и премию Верховного Совета Украины тоже для молодых ученых. Таким образом, мы видим, что в университете есть сильные научные школы, зарождение которых проходило все эти 130 лет. И самое главное, что есть та молодежь, которой передаются эти традиции, и они уже сегодня показывают хорошие результаты. Ну, за последние годы у вас появилась современная библиотека, да, абсолютно потрясающая и в архитектурном решении, и, наверное, с точки зрения литературы, которая там есть. Безусловно, библиотека – это очень важный аспект любого высшего учебного заведения, и она отражает, опять же-таки, динамику развития университета. Поскольку, с одной стороны, там есть редкая книга, которая хранится с момента создания нашего университета, а с другой стороны, эта библиотека на современном уровне, обеспеченная самыми современными информационными технологиями, которые позволяют осуществлять доступ, скажем так, к мировым достижениям сегодня и пользоваться этими результатами. Наша библиотека включена в ряд международных фондов, и это обеспечивает доступ нашим читателям через информационные системы, в общем-то, к ведущим библиотекам России и мира. И это действительно очень важно для студентов, и для преподавателей, и для ученых. И мы не сомневаемся в том, что сегодня вот как раз здесь есть то развитие, на которое мы движемся вперед. То есть сегодня огромные участки вокально отражают хорошее состояние информационных технологий в университете. Но сегодня самый главный шаг, который мы в этом направлении должны сделать дальше, для того, чтобы объединить все это и сделать единую информационную плоскость, на которой каждый элемент имел бы возможность решения всех поставленных задач на самом современном уровне, которые предоставляют информационные технологии. Я вот вижу у вас на столе образцы даже марок, да, вот специально подготовленные будут марки, посвященные НДУ ХПИ. Да, вы знаете, пять лет назад мы праздновали юбилей, 125 лет нашему университету, и тогда тоже был выпущен к этому юбилею блок марок. Он был посвящен отцам-основателям нашего университета. Ну, конечно, это прежде всего первому ректору университета, Виктору Львовичу Кирпичеву, и тем людям, имена которых сделали известным брендом ХПИ на весь мир. В этом году мы решили презентовать наш университет именно как многопрофильное техническое образование, показать всю ту огромную совокупность технических направлений, по которым мы готовим специалистов. Ведь совершенно известно, что все мировые мероприятия, которые происходят, они обычно вот как бы зашифрованы пиктограммами, определяющими суть тех процессов, которые происходят. И поэтому разработка брендбука университета, разработка этих марок, она определяет вот те основные направления, которые развиваются в нашем университете. И поэтому мы хотели бы именно таким образом до сознания всех граждан нашего государства донести эту информацию. Елена Игоревна, расскажите, а кто вот продумывал вот все эти пиктограммы, кто зашифровывал всегда смысл, как вообще эта идея рождалась? Видите, ну это была, конечно, безусловно, работа всего ректората университета, было как бы совещание, где мы решили вообще, как мы подойдем, будет ли это личностный подход как бы людьми. Но мы не хотели повторяться уже, Евгений Иванович сказал, 125-летие, поэтому мы решили пойти через концепты. И мы сначала обговорили сферы, по которым пойдет как бы, ну, идет развитие университета. Вот, это энергетика, это машиностроение, то есть это вещи базовые для нашей экономики. Вот, и поэтому вот возник такой вот прекрасный альбом, который делал Владимир Иванович Лесняк, он очень корреспондент Академии искусств, по-моему, Украины, один из самых известных харьковских дизайнеров. Он уже с нами сотрудничал на столетие университета, и вот сейчас, а вот второй раз он как бы, ну, такую любезность нам оказал, и именно под его непосредственным руководством, это его работа, был выпущен вот такой кластер марок к 30-летию. А вот книга, да? Книга, это бренд-бук университета. Я давно как бы, и не я, только вообще при службе НТУХПИ была с такой идеей, как унифицировать корпоративный стиль университета. Я думаю, что мы, ну, я не могу сказать, есть ли в других вузах, но я как бы смотрела и все, эта тенденция идет с запада, мы решили сначала сделать свой бренд-бук, и после этого бренд-бука будет выстраиваться вся корпоративная символика университета, сайт университета, сайт ассоциаций выпускников НТУХПИ, факультетов, кафедры и так далее. Для этого, естественно, нужно, вот я сейчас продемонстрирую базовые элементы, и это основная, это эмблема университета, вот она сейчас так выглядит, вот это ректорский корпус университета, год основания университета, мы видим 1885-й. То есть тут три цвета, белый, чёрный, красный, основные цвета выбрали красный и чёрный. Мы взяли вот, да, красный кирпич, это традиционный, как бы, цвет для университетов, есть такое выражение даже, идет из Англии, что Red Brick University, вот самый этот Red Brick University, и был задуман кирпичевым, когда строился кампус, как бы, нашего университета. Это, конечно, очень приятно. Тут также представлены и горизонтальный логотип этого университета, вот здание чудесное нашей библиотеки, и также сувенирная продукция, которая уже сейчас, часть будет выпущена к 130-летию университета. Вот тут мы предполагаем и тарелку делать, и значок университета. Вот мы видим, как корпоративный стиль вот выглядит университета, ручки, естественно, всё, что, в общем-то, связано с сувенирной продукцией. Но что самое приятное для меня в этой ситуации, что этот бренд-бук был разработан студентами нашими. Кстати, здания, да, в библиотеке, о которой говорили, совершенно космическое, сверхсовременное. Да, вот, двумя нашими студентами, Владимиром Любарским и Денисом Богачевым, которые до этого участвовали в различных конкурсах. Это наша специальность, новая веб-дизайн. Вот, и ребята создали, вот сами такой разработали бренд-бук. И это, наверное, самая большая гордость этого бренд-бука, что это сделали наши студенты. То есть тут всё, от одежды до канцелярии, до значков, да, тут всё, 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 всё. Да, тут всё содержится. Сейчас, на самом деле, это очень нужная вещь, мы работаем с этим. Вот у нас такой единый пакет, который издаётся 130-летию, вот он тоже сделан в едином корпоративном стиле университета. Как будете праздновать? Наверное, пригласите всех-всех-всех выпускников, всех великих людей. Вот мне интересно, вот сколько лет сейчас самому старому, старейшему, да, выпускнику, где он? Ну, я вам хочу сказать, что наверняка из тех, кто нам известен, это человек, работающий в нашем университете в своё время проректором, это почётный доктор наук нашего университета, вот, Дубни Виктор Тимофеевич. Это человек, которому в этом году исполнилось 92 года, вот, он находится в строю, человек, который является ветераном Великой Отечественной войны, человек, который непосредственно принимал участие в боевых действиях. Сегодня это боевой профессор, который член докторского совета по защитам диссертации, человек, который читает лекции нашим студентам. И вот этот человек, который закончил наш Харьковский политехнический институт, и, конечно же, это и гордость, и слава, поскольку вот столько лет этот человек предан нашему университету. Вот как всегда удаётся вместить всех выпускников, всех желающих прийти поздравить родной вуз с праздником, потому что это же, наверное, сотни тысяч человек. Да, на сегодняшний день Харьковский политехнический институт выпустил больше 160 тысяч выпускников. Поэтому, безусловно, всю эту плеяду наших выпускников, которыми мы гордимся, они встречаются на факультетах. Вот в университете 22 факультета, и поэтому для них тоже это очень важно, поскольку на этих факультетах они учились, они приходят туда, они посещают свои любимые кафедры, встречаются с любимыми преподавателями. Ну, а уже на центральное событие, которое будет проходить в Дворце студентов, конечно, к сожалению, попадут не все желающие, поскольку зал у нас вмещает 850 мест, но будем, как говорится, давать возможность... Даже два министра, сейчас выпускники наших, Украины... Используя современные средства коммуникации, дать возможность для того, чтобы они тоже имели возможность посмотреть вот то прекрасное действие, которое будет связано с празднованием нашего юбилея, и это произойдет 18 ноября этого года. Ну, вот мы говорили о выпускниках, а вот если говорить об абитуриентах, вот какой был в этом году конкурс в ВУЗ, и престижным ли, считают, современные выпускники школ поступить в такой ВУЗ, как НТУХПИ? Вы знаете, это очень важная и очень сложная проблема, связанная с тем, что, к величайшему сожалению, престиж инженерного образования несколько падает, и это не только в ХПИ, не только в Украине, это не связано с падением престижа университета, а, понимаете, получение инженерного образования, это достаточно сложная вещь, и не все сегодня к этому готовы. Конкурс в этом году в Харьковский политехнический институт был достаточно большой, у нас было 11 человек на место, поэтому в этом плане у нас была возможность отобрать наиболее талантливую молодежь для продолжения обучения. Совершенно понятно, что этот конкурс был неравномерно распределен по специальностям, это, прежде всего, связано с теми тенденциями, которые есть в государстве относительно будущего трудоустройства. Хотя есть некоторые вещи, связанные и с недостаточной информированностью наших детей, наших родителей, именно о перспективе той или другой, как говорится, специальности. Поэтому мы сейчас делаем все для того, чтобы еще раз подчеркнуть и сделать все по поднятию престижа инженерной специальности, поскольку именно инженерные специальности являются основой развития экономики любого государства. И сейчас мы на территории нашего университета, в дни празднования 130-летия хотим открыть памятник первому инженеру, поскольку наш университет был первым техническим высшим учебным заведением. Соответственно, и первый инженер был выпущен нашим политехническим, тогда Харьковским технологическим институтом. Практически технологически развелся еще у него институт. И поэтому, естественно, что мы хотим на территории нашего университета открыть памятник первому инженеру. И что очень характерно, что этот памятник, он как раз сооружается на средства выпускников. То есть этот памятник не финансируется за счет бюджета, либо за счет денег. То есть это своеобразный подарок выпускников вузу. Это подарок тех, кто окончил наш университет. Это подарок тех, кто гордится нашим университетом. И это их подарок грядущим поколениям. А кто занимается проектированием памятника, концептуальной разработкой? Есть архитектор Гурбанов, известный в Харькове, профессор нашего университета дизайна. И вот он является автором этого памятника. Он бикетову ставил памятник возле... Да, вот это... Пропланировал. Да, мы давно собирались этот памятник построить. Было много версий, было много дебатов. Ну и вот, наконец, к этому юбилею сложилось все. И выпускники деньги собрали, и архитектор построил, собственно говоря, хорошие памятники. Поэтому сегодня мы надеемся, что и политехникам, и нашим гостям это понравится. И вот в день празднования 18 ноября мы хотим этот памятник открыть. А это памятник конкретному человеку, либо это просто собирательный образ первого инженера, либо у него все-таки есть имя, фамилия, отчество, реальный персонаж? Имя, фамилия и отчество там есть только у одного человека. Это Виктор Львович Кирпичев, первый ректор нашего университета. А все остальное, это символическое развитие от первого инженера, который выпустил наш, ну тогда институт, до тех современных технологий и направлений, которые сегодня развиваются в нашем университете. То есть это больше символ? Да, да. Конечно. Что нового, вот сверхнового появилось в ХПИ за последние годы? И, наверное, эти направления специальности сейчас наиболее популярны. Может, не пользуются спросом. Какие кафедры открываются? Трех кафедров межкультурной коммуникации иностранного языка до нового? Мы специально открывали эту кафедру, чтобы сделать ее как опорной для углубленного изучения языка. Это очень важно, потому что все сейчас говорят о мобильности студентов. У нас, на самом деле, в университете делается достаточно много для этого. Я могу сказать, что у нас работает такая программа, как двойных дипломов. То есть вот эта программа, когда ты можешь одновременно, допустим, на уровне бакалаврата получить диплом Магдебургского университета по международному менеджменту одновременно с нашим университетом. Есть программы со шведским университетом. Сейчас последняя была презентация Южнокорейского университета. И там, собственно, Южная Корея очень заинтересована в такой программе. И она дает гранты нашим студентам. Где, по-моему, для студентов это 1100, а для аспиранта 1400 долларов в месяц, чтобы они могли год там учиться и потом получить совместный диплом. Но там есть одно «но». Для того, чтобы попасть в эту программу, должен быть стан Тойфул. Потому что без языка это невозможно. Поэтому у нас сейчас идет очень интересный проект с Британским советом. Он идет на трех уровнях. Первое — это подготовка студентов. У нас 500 человек сейчас будут по Британскому совету учиться в онлайне на повышение знания языка. Вторая вещь — это, конечно, переподготовка преподавателей. И у нас будут уже учиться, это уже больше второй год идет проект, те преподаватели, которые читают дисциплины на языке. И те преподаватели специальной дисциплины на языке. Потому что у нас есть специальности, и каждый год их все больше и больше, где все преподавание ведется на английском языке. То есть то, что говорится, «The language of instruction is English». Это очень важно. Вторая вещь — это те преподаватели, которые читают, допустим, английский язык, это или в профессиональных целях, или в академических. Это тоже идет «Ихритрейдинг», такая переподготовка в течение года. Они сдают на специальный сертификат АПТИС, внутренний тест Британского совета, чтобы показать свой уровень владения. Может, если человек не знает языка, как он может его преподавать. Это очень важно. Под этим направлением, я считаю, они будут обеспечивать мобильность. Еще один из трендов, я думаю, у истоков стоит Евгений Иванович. Сегодня мы обсуждали новую презентацию нашего министра образования, где это стоит в тренде, это дуальное образование, которое сейчас очень развивается интенсивно в нашем университете. Вы знаете, будем говорить так, это второе дыхание того, что когда-то было в Харьковском политехническом институте. Поскольку тенденция взаимодействия высшего образования с предприятиями, с промышленными, это была очень серьезная и важная тенденция нашего университета. Сегодня она обновлена и реализована в многих европейских и, прежде всего, в германских вузах, поскольку там совмещается обучение в университете с практической деятельностью на конкретных промышленных предприятиях. Это очень важно, поскольку это дает возможность с одной стороны проверить теоретические знания и их воплощения в практику. С другой стороны, студент, работая на конкретном рабочем месте, адаптируется к данному предприятию. С третьей стороны, он получает финансовую поддержку. Ведь не секрет, что сегодня очень тяжелая ситуация, и многие студенты подрабатывают. Но одно дело подрабатывать, будем говорить, грузчикам, а другое дело на промышленном предприятии по своей будущей, как говорится, специальности. Наши студенты к вам должны, наверное, прийти по медиакоммуникации, специальности тоже на практику. Да, увидят, чем же это журналистикой. И поэтому это основная тенденция. Мы один год уже по такому направлению проработали в нашем колледже, и с 1 сентября этого года запустили еще несколько специальностей. И будем ориентироваться на то, что большинство специальностей и технических, и не только технических в нашем университете должны будут реализовывать вот такую очень важную, интересную систему. Я благодарю вас за интересную беседу. К сожалению, время закончилось. Я напомню нашим зрителям, что гостями программы «Отражение» были Евгений Сокол, ректор НТУ ХПИ, и Елена Горошко, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации и иностранного языка. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. А вас еще раз в юбилей. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.